Всем доброе утро, дорогие друзья. Good morning. Bodertow. Цафратава на армейском языке. Доброе утро, это Цафратава. Bonjour. Добрый ранок. И так далее. И так далее. Влад Косов, Bodertow. Так. Хорошо. Значит, я смотрю, что мы закончили вчера на 17-м отрывке, что тот, кто сохраняет митцву, заповедь, он сохраняет свою душу, а тот, кто пренебрегает путями Бога, умрет. Я смотрю, что очень мало нас сегодня. Я говорю, прям мало, меньше, чем обычно. Яков Шатанин, Михаил Музыковский. Не все дотянули. Да, не все дотянули, видно, до сегодняшнего урока. Просто умрет это в духовном плане, может, умрет. А может быть, раньше срока. Но большинство людей умирает раньше срока. Большинство людей умирает раньше срока. И, значит, просто надо, не важно срок, важно, как ты живешь и как ты переходишь в следующий мир, чем ты туда идешь дальше. Вот это важно. А когда человек не знает своего срока и никогда он не знает, когда, что. То есть, бывает, ну, то есть, за последнее время несколько людей умерло, прям молодых людей вообще, которые не думали, что умрут. А есть старики, которые, ну, там, вот они живут и живут сто лет. А сейчас было вот это, знаете, интересно, в Питтсбурге, когда зашел этот убийца, негодяй, да, и зашел в синагогу в субботу и, ну, начал людей расстреливать, да. Так, интересно, самые младшие погибшие было 59 лет. Была пара, я смотрел список погибших. 59 лет было муж с женой. А самому старшему убитому было 98 лет. То есть, там был список все от 59 до 98. Ну, а в среднем 80. То есть, ну, удивительно. Ну, во-первых, удивительно, что люди, да, в таком возрасте шли в синагогу. Насколько я помню, это была синагога консервативная. Это не была ортодоксальная синагога, да? Никто не знает точно. Ну, в общем, насколько я понял, что это была консервативная. Я не скажу, что это сильно консервативная. Да? Сильно консервативная, да? Ну, говорят, что в этот шаббат там детская пара делала обрезание своего нееврейского ребенка. А-а-а. Ну, это надо прояснить. Итан говорит, что это была вообще очень странная синагога, в которой гомосексуальная пара, что вообще запрещено иудаизмом, в принципе, да, как делала своему нееврейскому ребенку обрезание, которого они усыновили. Ну, то есть, ну, я не знаю, насколько это правда. Но если это правда, то это вообще не синагога. То есть, я извиняюсь, конечно, за такое отношение, но это не синагога, потому что место, в котором делается все не то, что запрещено Торой, то это не синагога. Расскажу анекдот, когда вот эти, есть ортодоксальный иудаизм, а есть консерватор, а есть иудаизм, который называется реформистик, ну, который все реформировали. И вот был съезд реформистских этих равинов, и они хвастаются, кто сильнее реформировал. Один говорит, вы знаете, у нас в субботу в синагоге есть пепельница, и можно в субботу курить. То есть, мы разрешаем курить, потому что, ну, как бы вот, кто сказал, что в субботу нельзя огонь зажигать? Это все раньше было, сейчас это можно. Второй говорит, а у нас, говорит, в синагоге зато есть некошерный буфет. И мы именно вот в субботу особенно, там, крабы, эти самые, вся некошерная еда прям у нас спокойно продается, покупай, бери, что хочешь. Можно заказывать пиццу, например, из соседней пиццерии в субботу. Третий говорит, да, парни, говорит, вот вы вообще ортодоксы, мракобесы. Мы, говорит, вообще по субботам закрыты. Наша синагога по субботам не работает, сказал он. Все. Вот такие вот есть реформисты, да, которые почему-то себя продолжают называть иудаизмом, но это не иудаизм, это как бы извращение. Это очень важно понять, что иудаизм это вот так, как оно есть. Все. Его можно назвать устаревшим, ортодоксальным, а мы более обновленные. Но нет, как у Булгакова было, нет осетрины второй свежести. Она бывает или свежая, или не свежая. То есть нет осетрины второй свежести, да, рыба второй. Как второй свежести? Что значит второй свежести? Также иудаизм, они бывают реформированного, да, он или есть, или нет. Или это Турат Моше, как Моше Рабену получил от Бога на горе Синай и передал Йошо. Йошо передал старейшинам старейшины, ну и так далее. Или все остальное назвать можно другим словом. Вера в Бога, желание там изучать иудаизм. Ну как-то можно назвать, да, но это не система служения в том виде, в котором ее получил Моше Рабену. Хорошо. Значит, мы находимся сейчас в восемнадцатом отрывке. Восемнадцатый отрывок очень такой полезный, вообще невероятно. Да, как раз мы говорили про деньги в тот раз. И эта тема заинтересовала многих слушателей, как разбогатеть, как больше иметь денег, как больше иметь ресурсов. И тут как раз об этом. Написано в восемнадцатом отрывке так. Занимая деньги Богу, тот, кто проявляет милосердие к бедному, к обездоленному. Угмуло и шалемло. И возврат вот этого будет ему заплачен. Возврат вот этого вот благодеяния будет ему заплачен. Тем заплачен Богом. То есть, что имеется в виду? Вот человек получает в этом мире какое-то количество ресурсов денежных. То есть, как он получает эти ресурсы? Если он честно их получает, то тогда он делает что-то полезное, и люди ему дают взамен деньги. У него скапливается какое-то количество ресурсов. И тот вдруг кому-то начинает переть. То есть, он что не сделает, а ему, значит, деньги дают. Он нарисовал черный квадрат, а ему миллион долларов за черный квадрат. Надо понимать, что когда ты начинаешь получать денежный поток, превосходящий твой вклад, ну или ты нашел вот эту вот золотую жилу там и так далее, то это с неба на тебя направили вот этот луч богатства от Бога, и тебе начинает переть. И надо понимать, что в этом луче богатства от Бога есть часть, которую ты должен передавать бедным. Значит, понятно, да? То есть, ты должен его передавать бедным. Теперь, это не твои деньги. Это Бог прям тебе вложил, и это его дополнительный тебе бонус. Потому что, когда ты передаешь часть денег, передаешь бедному, в виде сдатьи, выполнения заповеди, ты получаешь на эту часть денег духовный рост. То есть, ты получаешь духовный рост, защиту, написанную от сдака, спасает от смерти. Там, сдака, татсиль мимавы, да? То есть, ты получаешь и бонусы в духовном мире, и, значит, ты получаешь, что в этом мире тоже благоденствие. Теперь дальше. Но кто тебе заплатит? Тебе не бедный заплатит. Тебе Бог заплатит. Поэтому ты должен давать, помогать, не надеясь, что тебе сейчас дадут возврат. И есть те, которые дают и требуют, там, какой-то благодарности за это, славы, вешают какие-то доски. Это они уже получили возврат. То есть, они в этом мире же монетизировали свою помощь в виде славы. То есть, слава тоже, это некое, имеет свою цену, да? То есть, люди за славу готовы платить. Поэтому лучше всего, если человеку идут, начинают деньги, он понимает, что, как в Пертевод написано, «Тен ло мишело». «Дай ему из его». То есть, ты когда помогаешь, ты не из своего даешь, ты даешь ему из его. «Ки ата вешелха шело». Что и ты, и все, что у тебя есть, шело, это Богу принадлежит. И приводятся слова царя Давида, в Пертевод, и как так говорил царь Давид. «Ти мэйтха аколь», что от тебя все, это он Богу говорил, «уми я деха, и из твоей руки, и на тнулах, отдают тебе же». Только как отдают? Богу же невозможно отдать. Вот здесь нам ответ. Тот, кто дает деньги бедному, он как будто бы он дает деньги Богу. И Бог ему заплатит. То есть, у него депозит на небе, который монетизируется. Или царя спасает от смерти, или ему дальше продолжают вести, или в какой-то другой форме, но эти деньги ему Бог возвращает. Понятно, да? Это очень важная тема. Но дополнение, еще раз скажу, что слава, она палит этот запас, этот депозит. То есть, если человеку начинают за это его прославлять, смотрите, как он помогает, вот тебе доска, спасибо, спасибо, спасибо. Все, получил свое. То есть, ты дал, купил славу, купил благодарность, восхищение, еще что-то. Все отлично. Понятно. Поэтому лучше давать втайне, чтобы никто не знал, как ты это делаешь. Тогда все идет туда. Дальше. Дальше. Это был у нас 17-й отрывок. Теперь 18-й. Казалось бы, вообще тема новая. Тема новая вообще, как бы, какая связь, но есть связь. Связь есть. Значит, написано так. Ясер бенха тьеш теква. Значит, ясер это давай исурим, давай страдания сыну своему. Потому что есть надежда. В эль амито аль тисанов шиха. И на его плач, на его плач, не обращай внимания. Что вообще за жестокость такая? Вообще непонятная, да? То есть, здесь первое простое понимание такое. Если ты отец, то у тебя есть сын. И сын этот начинает себя вести плохо, неправильно. То надо его наказывать. Есть надежда. То есть, бей его, главное, и пусть он плачет. А ты его бей, значит, наказывай. Есть надежда, что он опомнится. Может да, может нет. Теперь, но для Бога-то, ну люди, да? Это сыновья, то есть, сыновья вы для Бога всесильного вашего. Это он сказал, прям конкретно в Торе написано про еврейский народ. А про любого человека, он сказал, по образу Бога создал человека, да? То есть, те, кто к Богу относится как сыновья, так Бог и к ним относится как сыновьям. А что такое как сыновья к Богу? Это полностью выполняет то, что Бог скажет. То есть, если евреи выполняют полностью заповеди Бога, все, что Бог сказал Тора о заповеди, то он становится как сын, да? Любой человек, который начинает выполнять все заповеди Бога, становится тем Исраэль, прямо к Богу, евреям. То есть, как стать евреем? Это полностью принять систему, которую Бог сказал принять. А как евреи, которые родились евреями? А потому что когда-то Авраам, Ицкак и Яков приняли полностью систему, поклялись Богу, что наши дети рабы теперь, и мы в рабстве, то есть евреи с одной стороны сыновья, с другой рабы то есть выскочить из рабства невозможно а стать сыном возможно, как стать сыном это принять полностью все заповеди Бога так теперь смотрите, что но тут же есть плюс, есть минус Бог, как бы, когда говорит это простому отцу, да, он это объясняет свое поведение многие спросят, а как так Бог, евреи вообще там, катастрофа вот это все, две тысячи лет уже идет изгнание, до этого два храма разрушил, там, как как, а вот так бей сына пока, потому что есть надежда, он только от этого битья возможно, он опомнится без битья не опомнится и что есть на его плач, не обращай внимания, это Бог сказал, теперь но кому это он сказал? Отцу к сыну и себе к детям, но это почему эти два отрывка идут рядом, ты не можешь тебе Бог дал деньги и тут идет бедный ты не можешь сказать правильно, Его Бог наказал а что Ему должен помогать? Он-то этот бедный, но Бог же с ним, как бы не зря Его сделал бедным, если Бог хотел сделать Его богатым он бы Его тут же спас бы, а раз Бог Его не спасает, значит Бог Его наказывает, значит правильно, Бог Его наказывает и есть надежда у Бога с Ним какой-то личный разговор, какая-то личная история, да и может быть Бог ждет пока Он, в конце концов начнет работать, начнет там ходить в синагогу, начнет ну там что-то делать, да, то есть есть много случаев, когда люди из самых низов становились самыми богатыми вообще как только можно это все зависит от его с Богом взаимоотношений но ты нам в предыдущем отрывке сказано так, ты делай свое, тебе сказали давать заку, что в деньгах, которые тебе дают, есть часть бедных, да, все давай ее и не задавай вопросы а не думай, что им так и надо, мол, а мне так и надо нет, то есть Бог так посчитал но он заранее рассчитал в твоей части есть часть его все, ты делаешь свое, он делает свое понятно теперь, значит дальше, и я помню, когда я вот учился в Равицкой Казильбе, на Саикле Враха так он, значит, я помню, как сейчас вот заходили, бывали такие вот просто на нем видно, что он обманщик вот эти вот бедные, ну, они ходили там по ешивам, зная, что есть заповедь давать здаку, и он идет, и он прям стоит над тобой, и говорит, ну, че, давать здаку ты должен, ну, типа, ты у тебя ж как бы все, ты должен давать и некоторые не давали, потому что видят, что он сейчас возьмет деньги, пойдет, набухается, и он вообще и не бедный а он, значит, вымогатель такой, да но Рав Зильберг всегда давал он давал ему там 5-6 или 10, ну, то есть там мог дать какую-то монету, которая у него была и он говорил, от здаки никто не обеднеет, то есть, когда ты даешь здаку какую-то, ты выполняешь действие заповедь, то есть то, что он просит лучше он говорит, я 10 раз ошибусь, но никогда тому человеку, которому действительно надо, не, как бы, не сожму руку, потому что это, это запрещено то есть я, да, я могу ошибиться, но я от этого, там, шетеля двух, там, монеточек я не обеднею, но это лучше дать, и ты, как бы, создаешь вот этот вот поток, да, что ты дающий, ты дающий ты не тот, который зажимает, там, все эти самые понятно, да, идея? хорошо, значит, значит, с этим мы разобрались, да разобрались мы с этим, как, лучше давать по чуть-чуть в, хорошо, значит, двигаемся дальше дальше граль эма носе оныш ки им татсиль веоттосив а, гдаль, там, тут неисправлено гдаль хэма носе оныш значит, тот, кто увеличивает свою ярость, свое раздражение свою злость, то есть тот, кто увеличивает хэма это тот гнев, который внутри, еще он не вышел наружу тот, кто увеличивает свой вот этот вот гнев, который не вышел наружу он поднимает свое наказание то есть увеличивая, выращивая вот этот вот свою ярость тот, кто это делает, увеличивает свое наказание ки им татсиль веоттосив что если ты его даже спасешь от чего-то, что сейчас его вызывают у него ярость, он еще все равно добавит с ней. Потому что почему? Смотрите, ну в этом мире все так идет причина следственной связи и так далее. И вот здесь человек, начинается же все не с гнева. Начинается все, самая минимальная стадия гнева, это пессимизм и негативизм. То есть человек, который, он смотрит такой, да, типа не очень сегодня утро. То есть он еще не гневается на утро, но он уже как бы, уже настраивается, да, на это. Значит, утро сегодня не очень, да, перспективы, конечно, все в сером цвете, там, смотрится на будущее, да. Это начинается процесс. Потом он раздражен тем, что там вороны кричат сегодня. Сильно вороны ему каркают, да. Сильно там, потом на дождь он раздражается тоже. Дальше идет у него внутри хама, это уже оно затепело, затепело, идет у него уже как бы, как ярость. И потом он на какого-то там кондуктора в трамвае заорал так, что капец, сорвался, знаешь, или там на начальника сорвался. На начальника, ему начальник что-то говорит, что ты сегодня опоздал? Да пошел. Все, он сорвался. Да. Начиналось все с ворон, а потом пришло все, что он сорвался на начальника. Но что здесь написано? Тот, кто выращивает вот это вот свой гнев, у того будет, что он получит наказание. Какое наказание? Наказание приходит к нему в первую очередь изнутри. Ученые доказали, что меняется биохимический состав крови, падает иммунитет и так далее. То есть все негативные эмоции, они человека изнутри съедают. Второе, естественно, что та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Он, значит, если его все раздражает, он тоже раздражает на небе там всех точно так же. Третье, кемаем по ним, ли по ним, как лево дам, ли лево дам. Как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, так сердце одного человека отражает твое к нему отношение. Все, круг замкнулся. То есть тот, кто выращивает себе негативные эмоции, ему не на что рассчитывать в этом мире, потому что ему внутри плохо, он людей включает на негатив по отношению к себе и на небе ему тоже помогать никто не хочет. Та мера, которую человек меряет, меряет ему. Все, круг замкнулся. Это у нас был что? Это у нас был, значит, девятнадцатый отрывок. Двадцатый отрывок. Двадцатый отрывок звучит так. Шмайца векабель мусар. Слушай советы, говорит царь Соломон, и принимай мусар. Мусар это наставление. И что? Лиман техкам бахаритеха. Для того, чтобы ты стал мудрым в конце концов. Значит, что имеется в виду? Опять же, мы возвращаемся к тому, что у человека есть три, как бы, три составляющих. Четыре вообще, четыре. Есть тело, чистое животное, инстинкты. Это, ну, машина животная, которая стремится лежать, отдыхать, ничего не делать, всего опасается. Она там, если стресс любую, да, это животное, оно такое все, дрожит там такое, только что хвоста нет. Знаешь, есть позвоночник, есть копчик, есть, а хвоста нет. Это тело. Представляете, если бы был хвост, вообще было бы ужас. Люди бы такие сидят, такие с хвостами. Ну, что, типа, чехлы для хвостов бы делали, вот эти красивые. Значит, второе, внутри есть млекопитающее, это эмоциональная часть. там, ну, вот это все, раздражение, страхи, какие-то там желания, вожделения, там и так далее. Это все корова такая внутренняя, эмоциональная часть. Есть интеллект, рациональная часть, которая должна, по идее, управлять животными, но большинство людей, она обслуживающий персонал, чтобы вспомнить, где магазин поближе, где там, например, отдохнуть получше, что поесть, что не поесть, и дополнительный интеллект, так как он, если мне страшно, то я думаю, а что в будущем может быть? Интеллект, он начинает подгонять, если у меня есть намерение. Я смотрел, есть очень смешной такой, ну, такой, не очень смешной, средне смешной ролик, как одна женщина пришла к психиатру и говорит, я очень боюсь быть погребенной заживо. Он говорит, ну, смотрите, у меня консультация стоит 5 долларов и длится 5 минут. Значит, она говорит, ну, давайте, отлично. Он говорит, хорошо, готовы? Она говорит, да, вот я боюсь. Он говорит, нет, мы не будем эту тему развивать. Значит, консультация такая, прекратите это. Она такая, в смысле, прекратите это, все, хватит. Вас когда-нибудь хоронили заживо? Она говорит, нет, все, прекратите это. Она говорит, а у меня еще есть там булимия, там еще какие-то вещи, вот мама в детстве. Он говорит, и это прекратите. Все. То есть, в чем прикол здесь? Если у человека есть намерение бояться, то его интеллект, он ему подскажет, чего бояться. Интеллект это просто компьютер, загруженный опытом, картинками, правилами, принципами, историями, какими-то установками и так далее, который обслуживает у обычного человека, он обслуживает его желания, или его страхи, или его какие-то, ну вот, его как бы намерения, да, а так как у обычных людей намерения, они отдали намерение на откуп вот этому вот внутреннему животному, то их намерения обычно такие, или получить удовольствие, или избежать страдания. Их мозг постоянно в беспокойстве. Как же найти больше удовольствия? Как же избежать страдания? Они все время в панике, потому что впереди-то для них смерть, самая большая, ну, страх, да, инстинкт самосохранения. И они все время в панике, что делать-то, как же выжить-то, да? А выжить невозможно, все, выжить невозможно. Поэтому, если у человека четвертая составляющая, четвертая составляющая, это душа, и если исходить из концепции, что это есть главное в человеке, не тело, не животное, которое, ну, у всех, в принципе, идентичное, а именно вот эта душа, если в интеллект запрограммировать Тору, которая рассказывает, как эту душу, как эту душу, проведя по этому миру, наполнить ее заслугами, какими-то там, ну, силой, да, для следующего путешествия. Если вот этот вот интеллект, он берет контроль над вот этим животным, исходя из какой-то карты местности, а карта местности, это Тора, что правильно, что неправильно, как правильно жить, что делать, не карта местности, это мартитологи, которые обычных животных цепляют, значит, там, показали картинку, и они, вау, все туда бегут, все сюда бегут, то есть, обычные всеуправляемые, новостями управляемые, властями управляемые, всем они управляемые, да, человек, который в интеллект загружает Тору, он управляемый только Торой, и заповедями Бога, и высшей такой интеллектуальной системой, которая позволяет человеку, пройдя по этому миру, набрать вот этих вот, то, что называется заповеди, то есть, духовных сил, и перейти в следующий уровень, вот такая вот история, значит, да, теперь, теперь, и об этом нам сказано, послушай, в 20-м отрывке, послушай совет, то есть, ты можешь только услышать, и понять этот совет со стороны, то есть, все, что мы принимаем в голову, да, все наши верования, все наши принципы, все там, что такое хорошо, что такое плохо, мы все равно где-то услышали, то есть, нет у человека в жизни ни одного принципа, и ни одного правила, которое бы родилось у него изнутри, он все это услышал, теперь, так поэтому нам говорится, шмайца, послушай совет, говорит царь Соломон, послушай совет, векабель мусар, и прими мусар, мусар, это система, как обуздать животное, вот это наставление, а это животное, можно обуздать, чтобы только через страх, то есть, мусар, это страх наказания, и когда у тебя есть вот это животное, которое несет, а ты можешь его остановить, только если испугать его, то есть, поэтому говорится, основа решить даат, что мусар, то есть, основа, это, это мусар, это вот это именно, именно система, когда ты через страх и ограничения, это свое внутреннее животное, обуздал, и что, для того, чтобы ты умудрился в будущем, в дальнейшем, да, что имеется ввиду, когда ты оседлаешь это животное, то есть, ты поймешь правильную систему, оседлаешь это животное, тогда у тебя в будущем будет все хорошо, и в материальном мире, и в духовном мире, и в семье, и в здоровье, и в деньгах, и в гармонии, и с детьми, и во всем, во всем, во всем, во всем, то есть, Бог пообещал, что тот, кто идет по вот этой мудрой системе, которую он дал, он в этом мире, у него все будет великолепно, все, друзья, поэтому, с Божьей помощью, сейчас мы изучаем, как бы, такую философию Торы, да, но есть еще просто Тора, что надо делать, что нельзя делать, что можно сделать, что нельзя, человек, который не знает, что правильно, а что неправильно, и он будет активно двигаться, он может двигаться не в том направлении, поэтому, изучайте Тору, что надо делать, что не надо делать, давайте подведем итог, чтобы выводы остались, да, первое, нужно помогать бедным, и это ты помогаешь, из тех денег, которые Бог дал тебе, значит, ты, и ты теперь распределяешь деньги, лучшее, лучшее, что можно сделать, это помогать изучающим Тору, потому что этим самым, ты выполняешь две заповеди, то есть, если ты находишь бедных, которые изучают Тору, то ты прямо этот свет Торы, дальше распространяешь, это вообще идеально, значит, это первое, второе, что мы поняли, что страдание, которое Бог нам дает, это как наказание для сына, которое отец должен делать, пока есть надежда, пока есть надежда, что человек вернется к Богу, Бог его будет наказывать, пока он не вернется, то есть, это как бы, это и есть настоящее добро, и третье, что мы узнали, мы узнали, что, значит, что тот, кто начинает с маленького негативизма, в конце может прийти к большой ярости, которая его же и накажет, поэтому негативизм пресекаем в корне, в самом начале, любой негативизм, любой пессимизм, значит, все рубим на корню, и что, а для этого нужно что делать, для этого нужно получать знания, все, удачи, успехов, сделайте, пожалуйста, свои выводы, и с Божьей помощью, чтобы ваши выводы, и слов мудрейшего из людей, царя Соломона, вели вас по жизни, и провели вас между всеми сложностями, и которые есть в окружающем мире, все, удачи, успехов, жду ваших выводов, все, пока.